Привет, дорогие мои, и снова я в своем утреннем шоу Германа Черногории расскажу вам о новостях, которые произошли за последний год или за последнее время. Блогер, новостник, юрист по эмиграции. Поехали. Операция с Новым Годом. Один год коронавирусу в Черногории. Итоги новостной выпуск. Вот уже год Черногория живет в эпидем режиме. Что же произошло за это время и как изменилась жизнь? За год в Черногории успела поменяться власть, но не изменились методы борьбы с коронавирусом. Разве что стали еще более хаотичные и алогичные. Такое вот слово я хотел сказать. Да, все так. В Черногории началась вакцинация против коронавируса, но пока что результаты не впечатляют. Ни скоростью вакцинации, ни существенным уменьшением количества инфицированных. Печально. Самолеты из России как не летели, так и не летят. В конце марта должен был состояться долгожданный рейс уральских авиалиний. Единственной авиакомпании, которой Росавиация дала добро на полеты в Черногорию. Не дала. Но после введения Черногории очередного локдауна, уральские авиалинии до конца лета сняли с продажи билеты. От аэрофлота людям тоже регулярно приходят письма, что их рельсы отменены. При этом правительство Черногории надеется, что буквально через полтора месяца прямое авиасообщение с Россией будет восстановлено. Собственно, целый год уже и надеются. Обещанного, как говорится, год ждут. Посольство Российской Федерации в Черногории то закрывается, то открывается, то снова закрывается. Правительство и турсектор продолжает наивно верить в успешный сезон 2021 года. Особенно, что прилетят русские и потратят очень-очень много денег. Все остальные относятся к этому скептично, в том числе декант факультета бизнеса и туризма в Будве Раде Радкович, который считает, что турсезон в лучшем случае пройдет, как в прошлом году, а то и хуже. Восстановление туристического бизнеса он ожидает не раньше 2024 года. Есть и изменения. Если год назад правительство выплачивало субсидии всем бизнесам, которые были вынуждены не работать из-за карантина, то есть сейчас, к примеру, мэры Будвы, Тивата и Герцог Нови получили отказ. Министерство финансов и социального обеспечения подтвердило лишь выплату 50% минимальной заработной платы тем, кто находится в оплачиваемом отпуске с детьми. Что касается экономики. За этот год банкротом стала авиакомпания Монтенегро Airlines. Сейчас правительство создает нового национального перевозчика Ту-Монтенегро. А на грани банкротства винодельческая компания Плантажа. Также ходят слухи, что плохие дела у жизнедорожной компании Черногории и у аэропорта Тивата, который сейчас принимает катастрофически мало рейсов. Вот такие вот грустные итоги года. Рубрика «Ничего не понял, но интересно». Эпидеммеры с 18 по 24 марта. На этот раз Министерство здравоохранения так запутанно огласило новые эпидеммеры, что почти никто ничего не понял. В интернете была куча мемов на эту тему. Сейчас покажем. Так вот, не буду углубляться и рассказывать заново все правила. Скажу только основные изменения, а весь текст можете прочитать на сайте gov.me. В Будде и Тивате с четверга 18 марта, а в Герцогнове с субботы 20 марта, открылись непродовольственные магазины. Торговые центры остаются закрытыми. В Никшичи, Белополе и Мойковце эпидеммеры наоборот ужесточили. В Никшичи теперь закрыто все, кроме продовольственных магазинов, аптек и заправок. Такая же ситуация и в Ульцине. Жителям Белополе и Мойковце запрещено покидать пределы муниципалитетов без уважительной причины. Закрыты кафе, спортзалы, парикмахерские, но могут работать все магазины. Также изменения коснулись и ПЦР-тестов, но в лучшую сторону. Теперь принимаются ПЦР-тесты не старше 72 часов. Ранее было не старше 48 часов. Накинули, так сказать. Напомню, что с 13 марта при въезде в Черногорию нужно иметь или отрицательный тест ПЦР не старше 72 часов, либо положительный результат серологического теста на антитела не старше 30 дней, либо подтверждение вакцинации. Нужен документ о принятии второй дозы вакцины не менее чем за 7 дней до въезда в Черногорию. Спутник Лайт в пролете, да? Я так понимаю. Граждане и резиденты Черногории могут въехать без тестов, но в таком случае будут обязаны пройти 14-дневный либо карантин, либо самоизоляцию. Детям до 5 лет тесты не требуются. Буквально вот сейчас в новостях прочитал, что в Домодедово вроде как какие-то сертификаты начали выдавать на кучу языков. Но нужно уточнять. Без тестов и подтверждения вакцинации можно въехать только из пяти стран. Сербии, Косово, Хорватии, Боснии, Герцеговины и Албании. Исключение касается граждан и резидентов этих пяти стран, а также граждан и резидентов Черногории. Резиденты это те, у кого есть боровки, ВНЖ или ПМЖ. Визеранчиков это правило не касается. Дорогие мои визеранчики, давайте, наверное, делать боровок. А то уже никак совсем. Первый раз в первый класс. Открытие детских садов и школ. Порадуемся за родителей. Сегодня, 24 марта, огласят новые эпидемеры. И появилась информация, что с понедельника, 29 марта, могут открыть детские сада, а также начальные и средние школы. Ждем официального подтверждения. Кстати, запись детей в первый класс начнется 1 апреля. Шуткует. Нет, серьезно. Записаться можно и онлайн на сайте upishy.edu.me. Вот такой вот сайтик. Рубрика «Причем здесь Дарт Вейдер». Скандал с ИВЛ-аппаратами. Если раньше о самих черногорцах говорили, что они не любят работать, то теперь это перекинулось и на технику, которая попадает в Черногорию. Вначале было обнаружено, что полтора года не работало оборудование для контроля на морской границе с Албанией и Хорватией. Молодцы. А теперь стало известно, что из 31 аппарата ИВЛ, купленных в марте 2020 года, 23 находятся в нерабочем состоянии. Стоимость 31 аппарата ИВЛ составила 600 тысяч евро. Новая власть обвиняет старую в махинациях при закупке аппаратов. Мол, нет документации о покупке и подтверждении, что это новое устройство, а не БУ. А старая власть утверждает, что таким образом нынешнее Министерство здравоохранения хочет отвлечь внимание от провальной борьбы с коронавирусом. Бывший член НКТ и директор клинического центра Евта Эракович утверждает, что в июне эти аппараты ИВЛ посылали на проверку в Турцию. И тогда они работали. В Черногорию их вернули в августе. Аппараты были произведены в Украине и в Бразилии. Неожиданно. Закупали через Турцию. Сейчас делом занялась прокуратура. По данным, на 6 сентября 2020 года в Черногории было 322 аппарата ИВЛ. Максимальное количество госпитализированных за все время 551 человек. А это не значит, что они все были НВЛ, просто госпитализированных. А кто знает, как прокурор по-сербски? По-черногорски? Я знаю. Напишите в комментариях. Операция ВИ. Вакцинация в Черногории. За месяц вакцинации началась 20 февраля. В Черногорию первую дозу вакцины получили 8074 человека, а две дозы 595 человек. Получается, что сейчас средняя скорость вакцинации по стране 290 вакцин в день. А за последние три дня в районе 500. Уже в ближайшее время обещают выйти на результат 1000 вакцин в день. Но чтобы к середине лета вакцинировать 35% населения, как надеется премьер-министр, а это в районе 217 тысяч человек, явно надо ускориться. Изъявили желание вакцинироваться, и зарегистрировались 61 824 человека. На данный момент в Черногорию завезли 14 тысяч доз российского спутника В и 30 тысяч доз китайского Синофарм. Так что операция Синофарм, походу. В конце марта-начале апреля обещают поставку более 80 тысяч доз вакцины Астрозинека, а в ближайшие месяцы еще 40 тысяч доз российского спутника В и 200 тысяч доз китайского Синофарма. Как мне тут уже подсказали на стриме, Синофарм, кстати, вроде как и ничего вакцинка. И она типа такая старообрядческая и вроде как лучше, надежнее. Такая, нажористее, православнее. Молодец. А Астрозинеку что-то вообще не хочется. Рубрика «Макарошки». Статистика по заболевшим коронавирусом в Черногории. По данным, на 23 марта в Черногории 7908 активных случаев. Пошли на снижение. Максимум был более 11500 в конце ноября. Сейчас это около 1270 инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения. Вот улучшаемся. Всего с начала эпидемии в марте в Черногории зарегистрировано 88 116 случаев заражения коронавирусом. Это чуть больше 14% населения Черногории. Смертность составляет 1,38%. Еще недавно было 1,29%. За все время пандемии умерло 1220 человек. 69 за неделю. На прошлой неделе умер 33-летний доктор Миамир Шошкич. Работал в клиническом центре, где заразился ковидом-19. Еще хотел что рассказать. Буквально сегодня в новостях на радио Ядран, по-моему, я прочитал, что какая-то официальная чиновница написала письмо Джукановичу, что ай-яй-яй, навлян всех, кого отправляют в бар, они там мрут. Типа сделайте что-нибудь. Либо врачей поменяйте, либо аппараты подкрутите, либо вообще непонятно что. Вот. Либо сделайте у нас тут филиал ковидника. А то умирают навляне. Там не надо. Не надо умирать навлянам. Это плохое дело. Вот такая вот грустная история. Госпитализирован 551 человек. Это рекорд. Что интересно, в конце ноября, когда инфицированных было больше 11500 человек, госпитализировано было в районе 350 человек. Если раньше коронавирусом в Черногории болели больше мужчины, то сейчас женщины. Из всех инфицированных коронавирусом женщины зарегистрированы на 1253 больше. Вот такая вот интересная статистика. Говорят, кстати, что когда ты сидишь дома с ковидом, тебе говорят, пей витаминки. И все. Витаминки. Они помогут. И на террасе сиди, чтобы солнышко на тебя светило, и ты выздоровеешь сразу. Рубрика «Первый парень на деревне». Коронный выход Дритона Абазовича в Брюсселе. На прошлой неделе отличился вице-премьер Дритон Абазович. Во время своего визита в Брюссель он сделал несколько громких заявлений. Такой встал и заявил. Предложил ЕС выкупить кредит Китая на строительство скоростного шоссе. Это 1 миллиард евро. Чтобы остановить влияние Китая на Черногорию. В смысле, Абазович хочет перекредитоваться в каком-нибудь европейском банке. А то китайцы, вот они плохие, и приедут тут со своими вот этими фонариками и петардами, яй-яй-яй. И заставят нас китайскую кухню есть. А мы не хотим. Мы больше по челапам. Заявил, что новое правительство Черногории ни в коем случае не является пророссийским. Остается членом НАТО. И цель Черногории вступление в ЕС. Нормальная тема. Сообщил, что договорился о поставках в Черногорию 31 марта партии вакцин от коронавируса из ЕС. Наверное, речь шла о 80 тысячах доз вакцины Астразенека, которые должны прибыть в конце марта-начале апреля. Кстати, согласно последним опросу, проведенному НАТО, сейчас 50% граждан Черногории проголосовали бы за то, чтобы Черногория оставалась в НАТО. А 30% за выход из изоляции. А что вы ходите-то? Уже зашли, сидите, вот садитесь, все. Все, а то там китайскую еду вам завезут, потом будет болеть что-нибудь, пукан. Поэтому сидим и не дергаемся. Ваша любимая рубрика с прошлого года. Мальчик хочет в табло. Российские туристы в Черногории пустят или не пустят? Пока Черногория надеется на восстановление прямого авиасообщения с Россией через полтора месяца, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил следующее. В Черногорию, как и в другие открывающиеся для российских туристов стран, сначала должны въезжать наши специалисты. Им необходимо оценить, насколько там обеспечена эпидемобезопасность, а система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи. Какие-то человечки специальные должны поехать. Так что Черногория россиян пустят. Но вот пустит ли Россия? Вопрос. Уж очень российские власти беспокоятся о здоровье своих граждан. Володин также сказал, ни прививками не занимаются, ни медициной. В Черногории надо много сделать, чтобы приглашать российских туристов. У них ничего для этого не готово. В России зато все готово. По-любому. Рубрика «Свой среди чужих, чужой среди чужих». Исключение из списка избирателей людей с двойным гражданством. Стало известно, что из списка избирателей планируют удалить всех, кто имеет двойное гражданство после июня 2006 года. А также тех, кто не проживает постоянно на территории Черногории. Интересно, как будут находить людей с двойным гражданством и что им будет грозить за это, помимо удаления списка избирателей? А также, как это вяжется со слухами, что в скором времени может быть пересмотрен закон об иностранцах и могут решить двойное гражданство? Что-то у нас опять с логикой какие-то проблемы. Логика, мы ее теряем. Многие черногорцы в интернет-дискуссиях интересуются, почему удаление из списка избирателей не было реализовано до местных выборов в них же 14 марта. И будет ли осуществлено до выборов в Герцогнове 9 мая. Также правительство Черногории не намерено продлевать программу экономического гражданства, поскольку она противоречит принципам Европейского Союза. Срок действия программы стекает 31 декабря 2021 года. Я думаю, что уже хрен что получишь. Очень жаль мне людей, которые влезли в эту историю. Я, когда попытался этой историей заниматься, обратился к официальному агенту. Говорю, давай, все белым покажешь, мне расскажешь по договору. Все чинно, красиво, чтобы я мог гарантировать качество. Хренушки. Ужасная вообще постанова была. А тут вот столько, ну это вот примерно столько. Я говорю, ты что? Ты, говорю, не знаешь богатых людей? Да они тебя сожрут. С говном. Вот. И не подавятся. Потому что там должен быть цент в цент. Иначе тебе это сделают. Больно. И неприятно. Вот такое вот экономическое гражданство Черногории. Рубрика «Викендаши». Битва за рабочее воскресенье. Такие викиндаши-бойцы. В Черногории продолжается не только борьба с коронавирусом и политическая борьба, но и борьба за рабочее воскресенье для магазинов. Торговая палата Черногории в очередной раз пытается убедить власть разрешить магазинам работать в воскресенье. Либо пойти на компромиссы позволить магазинам работать 26 воскресеньей в году. Главное не переработать. Во время летнего и зимнего турсезона, в период новогодних праздников и школьных каникул. Еще возможен компромисс работать в воскресенье в одну смену. В ответ Союз свободных профсоюзов, уния свободных синдиката, создал онлайн-петицию против рабочего воскресенья. Один из главных аргументов, каждая семья имеет право на один общий выходной день в неделю. Также инициаторы петиции утверждают, что Черногория стремится в ЕС, а там планируют сделать 30-часовую рабочую неделю и трудиться лишь 4 дня из 7. И вообще отдыхать все время. Пусть оно само, роботы пусть работают. А человек должен отдыхать. Кстати, следуя этой логике, то официанты, повара, водители общественного транспорта тоже должны отдыхать в воскресенье с семьей. Разве нет? Разве да. Вот, Теслы у нас будут ездить и всех возить, а люди будут только отдыхать. Но если закрыть кафе и рестораны, то где же будут отдыхать и пить кофе в воскресенье 40 тысяч работников торговли? Их будут тоже роботы обслуживать. В общем, ребята, давайте работать, а не звездить. И в продолжение рубрика «Кто хочет поработать» или «Рост безработицы в Черногории». Особенно странно бастовать против работы в 2021 году, когда и так растет уровень безработицы. Если в январе 2020 года трудоустроены были 193423 человека, то сейчас 159129 человек на 34 тысячи меньше. Безработицы, ребятки. В «Герцог-Нове» самый большой рост безработицы по стране 22%. Далее в «Тивоте» тоже 22%, но чуть поменьше. В «Будве» 21%, в «Коттере» 20%, в «Калашине» 19%, в «Подгорьце» 18%, в «Баре» 17%, в «Ульцине» 16% и 22%. Вот, ульцинцы что-то там, что-то они мутят там, наверное, добывают что-то там, наверное, свеклу, сахар, соль, еще что-нибудь. Травка, может, какая-то зеленая есть, может, не знаю. Вот, в общем, в «Ульцине» самое нормальное все. Вот такие штуки с безработицей в Черногории. Рубрика «Сколько ты зарабатываешь?» от Юрия Дудя. Зарплаты в Черногории. В январе средняя зарплата в Черногории составила 530 евро после вычета налогов. Или 791 евро до вычета налогов. Согласно данным Монстат. Если брать разбивку по общинам, то наименьшая средняя зарплата в «Ульцине». Ну, то есть, соль, там, сахар и травка не помогают. И в «Герцогнове» 438 евро у нас вообще нифига нету. А наибольшее в «Тивоте» 638. И в «Плевле» 552. А вот это странно, что там в «Плевле». Напишите, что там в «Плевле» там. Что там они выращивают в «Плевле», что у них самая большая зарплата. В горах на севере. Кстати, если вы помните, то, вступая в должность премьер-министра Черногории, Здравко Кривокапич заявил, что хочет, чтобы за 4 года Черногория догнала по уровню развития Люксембург. Так вот, минимальная зарплата в Люксембурге на 2021 год установлена в размере 2202 евро. А это самая высокая минимальная зарплата в ЕС. В Словении минимальная зарплата в 2021 году будет 1024 евро. А в Хорватии 563. А у нас, как в Люксембурге. Вот, мы маленькие, у нас все должно быть, как в Люксембурге. Рубрика «Плохая дедушка». Пенсии в Черногории. По данным, на январе 2021 года в Черногорию пенсию получают 114 893 человека. Примерно пятая часть населения. Учитываются такие виды пенсии, как по возрасту, по инвалидности и семейная пенсия. По возрасту пенсию получают 66 631 человек. И средняя пенсия составляет 323 евро. Наименьшая в Петнице 179 евро. И наибольшая в Тивоте 379 евро. Ну, там вот со своих этих Портанове нормальную пенсию получают. По инвалидности получают 19 384 человеком. Многовато. И такая средняя пенсия составляет 262 евро. Наименьшая в той же самой Петнице 178 евро. Наибольшая в Тивоте 305. Семейную пенсию получают 28 878 человек. И средняя составляет 243 евро. Наименьшая, как вы уже догадались, в Петнице 163 евро. Наибольшая в Тивоте 316 евро. Вот такая вот новость. Рубрика «Молодцы недели». Озельнение детского дома «Младость» посольством Украины в Черногории. В субботу, 20 марта, посольство Украины в Черногории посадило на территории детского дома «Младость» Бьели. Около 100 саженцев. Акция прошла в рамках проекта Министерства иностранных дел «Украина из «Зеленая планета», цель которой – посадить миллион деревьев в сотнях стран. В акции также приняли участие представители муниципалитета «Герцог Нови», а также Саша. Саша, молодец, тебе лайкос. Вот, молодцы. Одни тут закрываются, другие открытые и еще и делают «Зеленую планету». Молодцы. Ну и квиз недели. Рубрика «Осталось только выпить». На этой неделе вопрос такой. Что говорят перед тем, как бухнуть или чокнуться черногорцы? Варианты ответов. Айды. Живили. Полако. Свакатичас. Наздравли. Живили. Наздравли. Айды. Полако. Свакатичас. Отвечайте в обсуждениях голосовалков. Также смотрите предыдущий выпуск. Там мы пытались найти логику во всех происходящих в Черногории событиях. Где логика? Черногория. Где логика? Спасибо, дорогие друзья, что посмотрели сегодняшний новостной выпуск. Я очень старался. Вся команда старалась. Поэтому, надеюсь, вам он понравился. Тяжело, когда не очень хорошее настроение, не очень хорошие новости делать для вас интересные, не грустные выпуски. Мы стараемся. Поэтому ставьте нам обязательно лайкос. Поделитесь. На прошлой неделе вы вообще очень круто делились. Будьте как на прошлой неделе. Колокольчик. Лайкос. Обязательно пишем, что вы думаете о всем происходящем. Вот. Ну и спасибо вам большое, что посмотрели. Всем здоровья, удачи. Мы прорвемся. Точно. Я обещаю. 2021. Все будет хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok